Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые участники. Меня зовут Василия Плеханова, я руководитель проекта Сифла Кафе Финтак Стоп, организатора профессиональных онлайн-событий. Друзья, мы сегодня собрались с вами, чтобы обсудить вопросы, связанные с регулированием криптовалюты в России. Если помните, мы в рамках нашей майской конференции обсуждали операции, связанные с криптовалютой, и увидели большой интерес к подобным операциям. Но на самом деле с ними связаны и большие риски, поскольку эти темы еще достаточно новые для нашего рынка, и криптовалюта, она и юридически имеет определенные нюансы ее регулирования, и поэтому мы попросили наших сегодняшних спикеров, представителей нашего постоянного партнера, компании Noa Circle, поделиться своим опытом и рассказать об общих правилах регулирования, а также о налоговых и валютных рисках, которые возникают в связи с операциями, с цифровыми инструментами. Друзья, я рада вам представить наших сегодняшних спикеров. Это Александр Непомещи, глава московского офиса Noa Circle, и Эдуард Давыдов, партнер Noa Circle. Коллеги, я с радостью передаю вам слово о наших участниках. Я приглашаю активнее участвовать в дискуссиях. Очень ждем ваши вопросы нашим спикерам в чате прямо под онлайн-трансляцией. Мы не оставим сегодня ни один вопрос без ответа. Ваши вопросы нашим спикерам позволят сделать сегодняшнее мероприятие максимально полезным для нас, для всех. Друзья, ну что ж, я с радостью передаю слово нашим спикерам и желаю вам полезного мероприятия. Так, регулирование и риски при осуществлении операций с криптовалютами в Российской Федерации. С 1 июля 2021 года вступил в силу долгожданный закон о цифровых финансовых активах, который был принят еще в июле прошлого года. Данный закон вводит несколько определений в отношении цифровых финансовых активов и цифровых финансовых валют. Признаются ли в России криптовалюты и являются ли криптовалюты цифровыми финансовыми активами в соответствии с этим законодательством? Цифровые финансовые активы – достаточно широкое понятие дает данный закон. Если говорить просто, то это цифровые права, выпуск учета и обращение которых возможен только путем внесения записей в систему на основе распределенного реестра, то есть блокчейна, проще говоря, цифровые финансовые активы – это ценные бумаги, выпущенные на блокчейн. И в отношении ЦФА вводится вполне конкретное правовое регулирование. Мы выделили 7 базовых пунктов, которые представлены на экране. Первый из которых – это выпуск учета и обращение ЦФА возможно только путем добавления записи в информационную систему на основе распределенного реестра. То есть здесь жесткая привязка идет к блокчейну, как я и сказал. Второе. Права удостоверенные ЦФА будут возникать у первого обладателя. И, соответственно, изменения права обладателя должны происходить точно так же через информационную систему. И эти записи могут вносить только индивидуальные предприниматели, юрлица. И вид и объем прав по ЦФА оговариваются в решении об их выпуске. ЦФА учитываются только в специальной системе их выпуска. Записи о ЦФА можно вносить или изменять по указанию имитента этих активов и их обладателя. Далее. Центральный банк Российской Федерации уже определил признаки цифровых финансовых активов, которые вправе покупать только квалифицированные инвесторы. И здесь мы видим, что как раз те же самые ограничения, которые существуют в законе об обращении ценных бумаг, сейчас распространяются и на цифровые финансовые активы. То есть здесь законодатель делит квалифицированных инвесторов от никвалов, так называемых, и уже накладывает на них ограничения, сопоставимые с законом об обращении как раз ценных бумаг. И вводятся ограничения по квалифицированным инвесторам не более 600 тысяч рублей в эквиваленте за календарный год, который он мог бы инвестировать в такого рода активы. Но буквально недавно на этой неделе я видел изменения, которые предлагаются внести. То есть предлагается такое ограничение оставить только на, грубо говоря, ценные бумаги иностранных имитентов, российских же токенизированных акций, можно покупать, получится без ограничения. Ну, посмотрим, как эта норма пойдет дальше у нас в закон творчестве. К правоотношениям, возникающим при выпуске и учете обращений ЦФА в соответствии с законом, от ЦФА, в том числе участием иностранных лиц, применяется российское право. Ну, это понятно. Закрытого списка сделок, которые можно будет совершать с цифровыми финансовыми активами, нет. В законе ОЦФА упоминаются, в частности, купли-продажи ЦФА, а также обмен одного вида на активы другого вида. Сделки потребуется заключать через оператора обмена ЦФА. Им могут стать банки, организаторы торговли и другие юридические лица. Все они должны состоять в специальном реестре. Этот реестр будет под контролем, опять же, в первую очередь центром. Что касается цифровых валют, вот здесь закон достаточно скуден, поскольку цифровым валютам в законодательстве, конкретно в этом законе, посвящена лишь одна статья, и это статья номер 14, в которой дано определение цифровой финансовой валюты. Что же это такое? Это совокупность электронных данных, цифрового кода и обозначения, содержащихся в информационной системе, которые предлагаются или могут быть приняты в качестве средства платежа. Здесь вот ключевое отличие от цифровых финансовых активов. Именно, которые предлагаются или могут быть приняты в качестве средства платежа. Не являющиеся денежной единицей Российской Федерации, денежной единицей любого другого иностранного государства, или же международной денежной или расчетной единицей. Также цифровая валюта может быть использована в качестве инвестиций. То есть это второй ее признак. При этом, если опять же прочитать это длинное интересное определение, нет четкой привязки цифровой валюты к распределенному реестру, как это было с цифровым финансовым активом, о чем мы ранее не обсуждали. То есть, по сути, законодатель размывает в данном случае определение цифровой валюты как раз на наш взгляд специально, чтобы как можно больше так называемых валют можно было применить, именно соотнести с этим законодательством. Признаки цифровой валюты в российском праве. Мы выделили три базовых принципа. Электронная форма и учет финансовый в информационной системе. Принципиальная возможность выступать средством платежа или инвестиций, отличным от обеспеченных государственных фиатных валют. Отсутствие единого имитента, лица централизованного, выпускающего и обеспечивающего валюту. То есть имитента не должно быть у цифровой валюты. При этом, как я и сказал, в законе о цифровой нет привязки к технологиям распределенного реестра. Что странно. И исходя из того, что мы говорили вот здесь про отсутствие единого имитента, мы можем разделить валюты как бы на два блока. Потому что у нас же есть традиционные криптовалюты, которые всем понятно, вот слева выделена первая там десятка по капитализации. Но без стейблкоинов. Стейблкоины имеют имитента. Они, как правило, построены поверх цепочки блоков какого-то другого блокчейна. И при этом стейблкоин привязан к какой-либо фиатной валюте. Как, например, Тезер, он заявляет, что привязан к доллару один к одному. USD Coin тоже самое. Binance USD, это валюта криптобиржи Binance, также якобы привязана к доллару. При этом у всех этих криптовалют есть определенный имитент. То есть, по сути говоря, мы можем сейчас увидеть некий раскол. Получается, что в определении дано, что имитента у них не должно быть в определении цифровой финансовой валюты. А у стейблкоинов, например, они есть. Сюда же я бы еще отнес, кстати говоря, XRP, это валюта компании Ripple, которая также имеет имитента. Но она не привязана. У нее плавающий как раз плюс. Но здесь она получается посередине между первыми и вторыми. Идем дальше. Итак, закон о цифровых финансовых активах. При принятии законодатель имел намерение прямо развести понятие ЦФА и цифровых валют, что он это и сделал, выделив только для цифровой валюты статью 14. Поэтому в правовом поле между собой они имеют различную правовую природу. И по сути, закон о ЦФА направлен на регулирование правового статуса именно ЦФА. А цифровые валюты без внимания практически остались. И с учетом данных обстоятельств, правовое регулирование криптовалют в России на текущий момент достаточно скупое. И непосредственно выпуску и обороту операциям посвящена статья номер 14. Какие сделки можно легально совершать с криптовалютами в России? Правовой режим криптовалюты. И можно ли защитить права на криптовалюту в суде? Что прямо запрещено законом? Законом прямо запрещено принимать криптовалюты в качестве облаты. И также нельзя и рекламировать платежи криптовалюты любым из доступных способов. Ну, то есть вот такие вот таблички, которые мы можем найти в магазинах в Швейцарии, например, биткоинов, цифровые у нас, вряд ли появятся. В ближайшее время так точно. Что разрешено? Соответственно, используемые здесь позитивные нормы. Под формально установленные статьи 14 закона на ограничение не подпадают следующие сделки. То есть купли-продажи самих цифровых валют, где она рассматривается именно в качестве товара. Обмен одной криптовалюты на другую. Майнинг, как ни странно. В отсутствии правового регулирования майнинг можно пока определить как совокупность действий, направленных на создание новых единиц или поддержание сети. Высматривает оплату услуг майнера в самой криптовалюты. Также можно получать и выдавать займы криптовалюты. Это не запрещено законом. В принципе, в гражданском обороне такие сделки уже встречаются. Применение криптовалют в обеспечительных сделках. Тоже есть такие сделки. Уже один из банков Москвы в прошлом году под залог криптовалюты выдал кредит какому-то предпринимателю. И сделка прошла. Нет никаких проблем с этим. Дарение и иная безвозмездная передача. Внесение в уставный капитал. Такие операции также уже совершались и до принятия закона ЦФРА. Кстати, сделка под обеспечение, где она криптовалюта выставила залогом, она тоже была до принятия закона ЦФРА. И иной перевод цифровой валюты с одного шлика на другой не в оплату товаров, работа уставов. Эти операции также разрешены. Так, у нас есть первый вопрос в чате. Вопрос один от Анны. Ею можно только владеть, не только. Вот как раз мы перечислили как минимум сейчас 8 сделок от Константина. При дарении налоговые вопросы какие-то возникают? Могут возникнуть налоговые вопросы? Мы сейчас до них дойдем. У нас в отношении налогов целый блок посвящен. И мы сейчас с ними поговорим. Что остается под вопросом? Как раз вот такие сделки гражданскоправового характера, как наследование или, например, раздел криптовалюты в случае развода супругов или раздельное владение криптовалютой. Вот здесь получается, что в некой серой зоне такие сделки остаются, потому что их гражданскоправовой оборот, скажем так, ну, не зарегулирован достаточно конкретно. То есть здесь нам нужно будет обращаться к нормам права следственного, семейного и уже, что называется, притягивать за уши. А что у нас за санкция в случае, если мы совершаем неразрешенную операцию? То есть если мы прямо запрещенную операцию совершаем, то есть какая-то ответственность, установленная заходом по СФА? За совершение запрещенной операции. А, если все-таки в качестве платежа. В качестве платежа. Да, там предусмотрено от 20 до 40% от суммы операции, но я думаю, что это не последняя норма, которую мы увидим, и ужесточение не будет иметь место в любом случае. Так, что у нас со слайдом? Все, да. Цифровая валюта не является отдельным объектом гражданских прав. Требования российских резидентов, связанные с обладанием цифровой валюты, подлежат судебной защите только при соблюдении двух условий. Это как раз норма, она вводится законом от СФА. Какая суть? Вы можете отстаивать свои гражданские права в суде только в случае, если проинформировали налоговый орган о фактах обладания такой цифровой валюты в установленном законном порядке. По сути, в установленном налоговым кодексом порядке. Мы до этого дальше дойдем. Действительно, налоговый кодекс. Сейчас есть законопроект, который прошел уже первое чтение, но пока что он на этом и остановился. Который обязывает, обяжет всех владельцев криптовалют информировать о том, что вы не просто получили доход от ее продажи, реализации или совершения других сделок, но и если вы ее просто владеете. Ну и, соответственно, вы должны такой валютой были для того, чтобы отставить свои права в суде, совершать сделки только в установленном законодательном порядке. То есть, если вы его ранее нарушали, то вы лишаетесь таких прав. Соответственно, вот эта возможность судебной защиты, она поставлена в зависимости от уведомления налогового органа о том, что вы такой валютой обладаете. Строго говоря, мы считаем, что такая норма не совсем-таки конституционна, потому что это предусматривает противоречие и ставит под вопрос постановку наличия права на справедливый суд. Потому что ставится в зависимости от исполнения каких-либо публичных обязанностей физическим лицом. Однако конституционность положения и закона ЦФА в этой части конституционным же судом не проверялась на текущий момент за отсутствием запроса. У нас есть вопрос, даже два. Значит, вопрос, там штраф до 40%, который может быть за неразрешенную операцию с цифровыми валютами. Будем ли мы платить его реальными делами? Естественно, разумеется. Все штрафы, которые предусмотрены у нас законодательством Российской Федерации, они подлежат у власти исключительно в валюте Российской Федерации. Пока что у нас биткоин не признается, как в Сальвадоре, национальным средствам платежа, поэтому да, в рублях. И вопрос, получается ли, что стейл коидах можно принимать платежи, так как они относятся к цифровым валютам? Не думаю, что здесь следует, что здесь мы могли бы использовать вот эту, грубо говоря, дырку для того, чтобы, ну, для того, чтобы идти наперекор духу закона. Духу закона, да, потому что, ну, запрет, он очевиден. Он очевиден, и как бы там, ну, толковать его по-разному, искать как-то вилять, это не совсем хорошая идея, потому что, ну, это до первого случая, я уверен, более чем. Доказывать, что есть имитент у того же USDT, да, сомнительная история. На самом деле я бы не стал даже пробовать, что называется. Вот, но протащить какой-то прецедент через судебную практику, ну, просто посмотреть, а что будет, наверное, хорошая идея, да? Может быть, один доллар можем принять в USDT, и потом публично, чтобы нас, что называется, вытравили. Оштрафовали, да, мы бы старались спорить по этому вопросу. Вот, но есть, насколько вот мне известно, да, есть интересный судебный прецедент, когда конфисковали криптовалюты. Да, это ФБФ сделал в прошлом году, и тогда, кстати, еще, тогда ходили слухи о том, что, в принципе, система блокчейна, биткоина не так уж и стабильна, потому что раз смогли, там ее конфисковать. На самом деле, тут история покрыта мраком, и каким образом были добыты приватные ключи, остается загадкой. Не хочу никого обвинять, но правовых, в правовом поле механизмов передать, заставить, обязать человека передать приватные ключи, ну, на территории России, по крайней мере, нет. Думаю, в других развитых странах тоже. Точнее, думаю, в развитых странах тоже нет. И вот здесь как раз мы приходим к этому. Проблема судебной защиты криптовалюты в России стоит не только и не столько в том, что нужно там уведомлять налогового органа для того, чтобы пойти отстаивать свои права в отношении цифровых валют, да. Вот есть у нас кейс 19-20-го года, он публичен по делу Краудвиз, компания, которая запускала свою криптовалюту, там ходят споры, пирамида это или нет, не будем сюда вдаваться, нас интересует, что постановил суд. И здесь вот есть два момента. Один положительный, другой отрицательный. Положительный момент – это то, что суд признал криптовалюту имуществом прямо в судебном заседании. И это тоже было до принятия закона о цифровых финансовых активах. И из отрицательного суд указал, отказывая ИСЦУ в исполнении, ну точнее, отказывая ИСЦУ в требовании, указал, что действующему изгонодательству Российской Федерации неизвестен как раз такой способ защиты права, как обязание обеспечить возврат криптовалюты или передачу, да, приватного включения цифровых шлифов. Он не указан в статье 12 ГК РФ, не является законным способом защиты права. И вот здесь как раз ключевая проблема-то она и кроется. Получается, что если законодатель не внесет изменения в соответствующие подзаконные акты, которые как раз обеспечивают судебную защиту, то вне зависимости от того, будете ли вы уведомлять налоговый орган или нет, не будет инструмента, который позволит реализовать судебные решения, к примеру, или отстоять ваши права именно. Тут даже какой вопрос, да, то есть если просто, грубо говоря, в рамках закона о защите прав потребителей вы заплатили за какой-то товар криптовалютой, ну, предположим, да, то, во-первых, это неразрешенная операция, во-первых, а во-вторых, по текущему судебной практике, исходя из этого кейса, получается, что вернуть вам деньги за неоказанную услугу или неоказанный товар, суд обязать вашего поставщика, подрядчика и так далее, не может, потому что это не такого механизма, правого механизма, да. То есть, грубо говоря, у нас ситуация, чем с криптовалютами, с одной стороны, хороша, с другой стороны, плоха, да, что оборот их совершенно не под контроль, вы отправили кому-то криптовалюты, все, да, вы совершили операцию, она не обратная, ее невозможно откатить и обязать получателей вернуть вам деньги, и в случае еще юридически такого механизма нет. Ну, то есть, на практике, как это сделается, да, очень похоже на ситуацию с платежами в Бирбанке, да, по номеру телефона, вы, если вы отправляете деньги по номеру телефона на непонятный номер, да, то единственный способ для вас вернуть эти деньги, если получатель добровольно их отправит назад. Тут примерно та же самая история, вот, поэтому сейчас юридический факт того, что, грубо говоря, оборот криптовалют на текущий момент регулируется очень слабо, да, ситуация очень похожа с наличными, да, то есть вернуть, если бы кому-то отдали наличные, обязательство вернуть эти наличные, юридически существует, да, но на практике, да, то есть, как это должно быть, да, должен быть пристав, который придет, отберет у человека наличные. Совершенно верно, да, даже с наличными ситуация проще, потому что, когда ты передал 100 рублей, суд может обязать вернуть тебе 100 рублей, и неважно, это будут те 100 рублей, что ты отдал, или любой другой. Здесь, ну, немножечко в другом, потому что, если вы отправили криптовалюту, именно криптовалюту вы вернуть уже не сможете. Так, ну, это мы уже обсудили, что принятие закона АЦФА не решило проблему защиты судами прав на криптовалюту, а наоборот усугубило его, поставив как раз под зависимость судебной защиты от исполнения вами публичных действий в отношении уведомления того же налогового органа. И, следовательно, поскольку сейчас порядка официально не существует, как я и сказал, законопроект, который обяжет владельцев криптовалюту уведомлять о том, что она у него есть, пока что он даже не принят официально. Поэтому нет такого механизма. И, следовательно, до принятия профильного законодательства нельзя в режиме онлайн защитить свои права в российском суде. Ну, то есть только вот по той же истории, как было с краудвизмом. То есть, по сути говоря, ну, из-за того, что механизма нет, вы работаете, что называется, по-старому. А законопроект, предусматривающий информирование контролирующих органов о факте обладания, с февраля 2021-го вызывает жаркие споры в юридическом сообществе и Государственной Думе. При этом далее первого чтения он не ушел. Но, надеюсь, что там по выходу с летних каникул и после выборов, наверное, его в срочном порядке, в ускоренном режиме все-таки примут. С какими-то корректировками, на мой взгляд. Поговорим о майнинге. Разрешен ли в России майнинг и какая ответственность ожидает так называемых нелегальных майнеров, хотя назвать их нелегальными язык не поворачивается. Почему? Потому что легального определения понятия майнинг в России до сих пор не существует. И, собственно говоря, деятельность майнеров в той или иной степени подходит и под определение выпуска, и под определение организации выпуска цифровых валют. Хотя хотим заметить, что первоначальные законопроекты, которые предшествовали закону АЦФА, который уже принят, понятие майнинг содержали. И там действительно было примерно похожее на фактическую деятельность майнеров в определении. Это деятельность, направленная на создание криптовалюты или валидацию с целью получения вознаграждения в виде как раз криптовалюты. При этом признавался майнинг предпринимательской деятельностью в случае, когда лицо, которое его осуществляет в течение трех месяцев подряд, превышает лимиты энергопотребления, установленные правительством АРА. Но, к сожалению, по второму чтению законопроекта АЦФА определение майнинга из него было удалено. Вопрос. Разрешен ли майнинг в России для случая, когда майнеры получают оплату именно в криптовалюте? Да, ведь платежи в криптовалюте, скажем так, ну, они же запрещены. На текущий момент деятельность майнеров нельзя квалифицировать как запрещенную, даже в этом случае. Почему? Объясним. Дело в том, что часть 2 статьи 14 закона АЦФА оставляет широкое поле размышлений для вывода о том, что выпуск цифровых валют не случайно определен не как оказание услуг, в отличие от организации выпуска ЦВ, а как некие действия. То есть законодатель специально развел эти понятия. И если бы он хотел запретить майнинг за монеты, он определил бы выпуск ЦВ с использованием аппаратуры, находящейся в России строго как услуги. Таким образом, напрямую применив к майнингу запрет получения вознаграждения в криптовалюте. Но этого не произошло, в связи с чем опасения по полному запрету стандартных схем майнинга и облачных, на наш взгляд, пока прежде времени. Но есть и другие аспекты деятельности майнеров, о которых как раз поговорим. Во-первых, майнеры часто не регистрируют свой бизнес официально. То есть майнер приобретает технические средства, арендует какие-то помещения, где размещает майнинговые фермы, осуществляет схематическую деятельность как раз по майнингу и валидации криптовалют. Несет затраты на электроэнергию для питания того же оборудования и для охлаждения того же оборудования. И таким образом майнинг по всем формальным признакам, во всяком случае, можно признать предпринимательскую деятельностью, которую можно выявить. И вот с этой точки зрения мы считаем, что у майнеров как раз есть риски. Потому что, на наш взгляд, если это деятельность, особенно она с серьезными оборотами, если, то ее нужно действительно регистрировать уже как бизнес. И если мы говорим про штрафы как раз и про наказание, которое может быть предусмотрено для таких майнингов, то вот они у нас представлены на слайде. И здесь достаточно много. И зависят они от ущерб, которые мы начнем государство. Там, ну, самая норма, ну, до шести месяцев арест, самое неприятное, что называется. И до пяти лет срок лишения свободы в особо крупном ущербе от девяти миллионов рублей. У нас есть вопрос, да, немножко, в предыдущей еще нашей темы, да, может защитить, вопрос такой, защитить свои права на крипту мы не можем, да, а штраф за операцию с ней вполне себе должны уплачивать. Именно так. Именно так, да. Ну, то есть, грубо говоря, у нас здесь режим следующий, да, то есть у нас в законодательстве, да, там есть несколько, грубо говоря, правовых режимов общедеятельности, вот так. В рамках криптовалют у нас следующее. Все, что прямо не разрешено, запрещено. И, грубо говоря, поэтому есть штрафные санкции за эти операции. Поэтому крипта действительно не защищена законом, но операции с ней прямо запрещены. Именно по операции платежа. Да. Поэтому, ну, грубо говоря, точно так же, как, к сожалению, да, там, с оборотом наркотиков, да, там, грубо говоря, если мы покупаем наркотики, законозащитие прав потребителей у нас не работает, вот, и штраф за эту операцию мы тоже получим, да. То есть, в принципе, оно у нас как бы в режиме такого же обращения. Да, понятное дело, что сейчас рептовалюты пытаются, ну, так сказать, впихнуть в какой-то правовой режим, и, естественно, начинается он с кнута, что называется, да, а пряники, может быть, увидим потом. Ответственность юридических лиц также предусмотрена в случае, если, ну, занимается незаконным предпринимательством, куда можно отнести майник, который не оформляется. Здесь тоже так же, да, для, там, ответственных лиц предусмотрены сроки вплоть до лишения свободы. И если мы говорим о группе лиц по предварительному сговору с особо крупным размером, то наказание там может быть еще более жестким, чем решение свободы. Ну, чем у нас плох майнинг, да, в том плане, что мы зарабатываем какие-то деньги, да, то есть мы майним валюту, мы получаем имущество, да, и это доход для юридических лиц, ну, как лиц, да, это доход, если, в принципе, возможно, применение санкций, связанные с получением дохода и неоплате налогов. Если у нас, значит, если у нас объем майнинга небольшой, да, там, грубо говоря, вот у нас как раз вопрос, какой объем майнинга будет считаться крупным? Ведь много майнеров не так много и добывают в районе 20 тысяч рублей в месяц. Какие у них риски? В принципе, для таких случаев, когда, грубо говоря, ущерб государства минимален, да, то есть шанс того, что за ним будет гоняться там налоговые органы, там, правоохранительные органы и прочее, он, конечно, снимется к нулю, но минимален. Но есть майнеры, которые, грубо говоря, давно уже зашли в этот бизнес, у них большая же структура, у них хорошее подключение к электричеству и вообще их основной бизнес, для них риски существуют вполне реальные, да, потому что это ущерб и с точки зрения электричества, и с точки зрения неуплата налогов в крупном или особо крупном размере, да, а, соответственно, в ходе уголовных. Поэтому маленькие майнеры, ну, грубо говоря, там, это там риски те же самые, как у нас у людей, которые работают без трудового договора, да, то есть те, кто получают небольшие зарплаты, да, то есть, ну, понятно, что налоговая за, там, минимальными суммами гоняться не будет, если мы говорим о крупных городах, да, то есть, если мы говорим о Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, Ленинградской области. Если мы говорим о регионах, да, то есть, там, о маленьких городах, возможно, 20 тысяч лет будет показательным. Может быть, показательным доходом, за которым уже придет налоговый инспектор. Поэтому нет такой гарантии, да, что если я маленький, меня никто не заметит, да, вопрос в том, как ты смотришься на уровне остальных. Да, я думаю, что 20 тысяч рублей в месяц, которые вот здесь заявлены, они даже не будут признаваться, там, предпринимательской деятельности в данном случае. И здесь максимум, что могут быть, действительно, налоги. Налоговая ответственность, она простая, мы к ней дальше придем, там, 20-40% от неуплаченной суммы налога, плюс 5% в месяц за неподанную декларацию, несовременную поданную декларацию. В-третьих, за обширение нелегального майнинга в отсутствие надлежащим образом оформленного разрешения на подключение к электросетям предусмотрена уголовная административная ответственность. Такие случаи тоже есть, это когда запитывают свои фермы, ну, нелегально, то есть, по сути говоря, там, воруя электроэнергию. За самовольное подключение использования электроэнергии, самовольное подключение к электрическим сетям предусмотрены штрафы для граждан, они от 10 до 15 тысяч рублей, там, для должностных лиц от 30 до 80 или дисквалификации на срок от 1 года до 2 лет, а для юридических лиц от 100 до 100 тысяч рублей. За повторное совершение такого нарушения, там, ну, штраф будет чуть-чуть побольше. А если сумма ущерба составляет более 250 тысяч рублей, то ответственность может быть и уголовной, то есть, с решением свободной или ареста. И приходим к самому интересному, а как меня найдут, да, то есть все задаются вопросом, ну, вот сижу я тихо майню там или инвестирую в криптовалюту, получаю какой-то доход, ну, и его нигде не показываю, в налоговую не отношу никакие увдомления, не декларирую свои доходы, сижу тихо, спокойно. Говорим об этом. Во-первых, Россия подключилась еще в 17-м году, там, ну, мы начали эти подписания сильно заранее, к системе международного обмена информацией, Common Reporting Standard, проще говоря, CRS. 91 страна обменивается Россией с российской налоговой в автоматическом режиме. Схема такого обмена представлена сейчас на экране. То есть налоговый орган страны А из финансовых институтов, которые расположены в этой стране через IT-платформу, собирает данные. И по признаку резидентства, в данном случае мы говорим о резидентах Российской Федерации, отправляет эти данные о наличии таких счетов, соответственно, в налоговый орган России. Эта система работает, мы прекрасно видим, как это работает там с обычными банковскими счетами, с брокерскими счетами, с счетами, открытыми в инвестиционных компаниях и даже страховых. То есть эта система работает, она успешно была запущена, первый раз обменялась с 18-го года с Россией. И число стран, оно только увеличивается, которые обмениваются с Россией. Пока только одна страна вышла из этого обмена, это Великобритания. Остальные только присоединяются. США никогда не подключалась. Я имею в виду, но США тоже обмениваются. И вот данные, которые в автоматическом режиме финансовые институты, подчеркну, отправляют, это как минимум имя резидента, адрес, который вы указывали там при регистрации, юрисдикция резидентства, ИНН, дата места рождения, номер счета или его эквивалент. Потому что многие спрашивают, ну у меня нет счета там на криптовалютной бирже, например, Coinbase. Но у вас есть аккаунт, а как переводится аккаунт с английского? Счет. Ну как бы просто если там нет косбуквенного или там цифрового кода, то это не значит, что у вас там нет счета. Из большой доли вероятности, ну ваш аккаунт это и есть счет. Название отчитывающейся финансовой организации, ее идентификационный номер и остаток по счету на конец кемендарного года или на дату закрытия. Такая информация тоже отправляется. И мы там когда проводили совместные форумы, в том числе с налоговым органом, и тогда уже эксперты, представители налогового и из валютного контроля заявляли о том, что они получают значительно больше информации о резидентах Российской Федерации, чем даже того требуют вот эти правила стандарта. То есть грубо говоря валят все. Вот. Еще два базовых понятия, которые работают и которые приходят в криптовалютный мир, это как раз KYC, новую кастомы, новую клиенту и IML, антимонию лондри. Борьба с легализацией денежных средств включает в себя комплекс мер, направленных на предотвращение использования денежных средств в деятельности связанных с финансированием терроризма и полученных преступным путем. У нас аналог такого законодательства в 115 ФСР о противодействии и легализации полученных преступным путем денежных средств. KYC – это процедуры, которые инвесторы в криптовалюту также сейчас проходят для того, чтобы открыть счет. Или, например, часто такое бывает, что биржа начинает запрашивать KYC, когда вы собираетесь вывезти средства какие-то с этой биржи. Мы видим, что регулирование криптовалют, криптобирж становится реальностью. Биржа Binance – крупнейшая в мире криптобиржа. У нее нету, как мы знаем, даже юридического адреса, что называется, так называемая децентрализованная криптобиржа. Но, тем не менее, даже она после вот этих нападок страны Великобритании и прочих стран Европы сейчас присоединяется к этим правилам. Недавно, только на прошлой неделе, я видел новость, что, по-моему, с четырех или восьми биткоинов вывод теперь ежедневный упал там в 20 раз или даже больше, до 0,02 биткоина можно вывезти за один день. Ну, то есть, к чему это все ведет? К тому, что, да, криптовалюта, она как бы всегда была особняком, и криптобиржи тоже не подчинялись никаким правилам, но регулирование приходит и в этот мир. И уже зарегулированные биржи существуют, они есть там в Эстонии, они есть в той же Великобритании, в Соединенных Штатах, Coinbase, которая вышла на IPO, точно так же является, она имеет соответствующие лицензии на ведение такой деятельности на территории Соединенных Штатов. Вот. И все это приведет к тому, что как раз вот эта информация, которую биржа будет собирать во своих клиентах, она будет поступать так или иначе в налоговые органы России, в том числе России. Естественно, там к этому стандарту подключено множество стран. Также, да, одна из недавних новостей, Еврокомиссия предлагает обязать компании, обрабатывающие культурвалютные транзакции, собирать персональные данные от правителей и получателей. То есть, да, в блокчейне анонимные транзакции, то есть они условно анонимные, поскольку транзакции все записаны в блокчейне, начиная от первой, заканчивая последней, и можно отследить любую цепочку. Но самый главный элемент – это соотнести конкретный адрес с конкретным физическим лицом. Вот где вся сложность. И вот соответствующие регулятивные нормы, которые сейчас принимаются, они как раз приведут к тому, что и эта сложность будет. Это окно, так называемое, оно будет закрываться. Регулирование налогообложения в сфере выпуска и оборота цифровых валют. Что уже есть и что будет новым? Так, у нас остается мало времени, я постараюсь побыстрее. Что хочется сказать? Налогообложению подлежит и всегда подлежало. То есть, вне зависимости от того, когда был принят закон о цифровых финансовых активах, платить налоги, если вы получили доход от криптовалюты, нужно было всегда. В настоящий момент специальных правил налогообложения операций с криптовалюты не предусмотрено, в силу чего декларирование по применимым налогам должно производиться в общем порядке. То есть, берем налоговый кодекс и читаем. Там написано, что если вы получили доход, заплатить налоги. Причем не имеет значения, в какой форме и как вы его получили. И эта позиция, она также выражена в письмах Минфина неоднократно. Суть его такова, суть этих письм такова, что налогом облагается превышение суммы доходов, полученных налогоплательщикам в налоговом периоде от продажи криптовалюты над расходами. Именно вот такая формировка, превышение суммы доходов над расходами. И здесь мы видим ключевую разницу. Например, если мы говорили бы про торговлю ценными бумагами, то там по-другому строится налогообложение. Вне зависимости от того, продали вы, например, бумагу в прибыль или в убыток, вы все равно ее декларируете. Вы декларируете этот доход, но расход, если у вас превысил доход, то у вас просто нет налога, но декларацию вы подаете. Здесь другая история. Здесь вы определить должны самостоятельно, получили ли вы доход и уже декларируете его в случае, если сумма положительная. А если отрицательная, то вроде как нет. Так, у нас вопрос в счете от Олега. А фактически как используется информация, полученная по автообмену? Есть ли уже примеры? Разумеется, есть. Есть. Я люблю очень такие вопросы. Ко мне в этом году приходили несколько моих клиентов, по которым открыли выездную налоговую проверку, исходя из того, что получили информацию по автоматическому обмену по их счетам из других стран. То есть они прям конкретно налоговый орган пишут, что в рамках полученной информации по автоматическому обмену от Великого Герса с Люфтембург, мы получили информацию по вашему счету, доходы такие-то, просим задекларировать. Мы не знаем налоговую проверку, которая может длиться 6 месяцев и дальше продлеваться. То есть это серьезно очень касается физическому лицу. Ему насчитали сумму на всю сумму выручки как доход. Поэтому да, это уже рабочий инструмент для налоговых органов. И она действительно такая массовая. То есть прям одно время, по-моему, еще 2 года назад налоговая не спускала эту информацию. То есть центральный аппарат собирал эту информацию у себя и не спускал в территориальные органы. Они думали, как правильно поступить. Но сейчас мы видим, что начиная с прошлого года точно, прям такие письма счастья нашим клиентам, они просто валом идут и в том числе назначаются выездные налоговые проверки. Так, идем дальше. У нас сразу вопрос, там есть еще один. Нет, больше не было. Есть. Это в отношении физических лиц. Это в отношении физических лиц. Венефициаров компаний и личных банковских счетов. Да, то есть выездная, именно выездная налогопроверка физического лица. В этом-то и суть, да, что у нас новый инструмент работы у налоговых органов появился. Так, какие есть проблемы декларирования, да. Как именно возможно реализовать декларирование в плане учета расходов на приобретение криптовалюты? То есть, например, вы ее там купили с какой-нибудь P2P-площадки. Каким образом? Доказать налоговому органу, что вы, продав там биткоин на 2 миллиона, ранее его купили за миллион. Мы полагаем, что возможно приложить доступные документы, любые. В том числе выписки из криптовалютных кошельков, там в дату, когда он к вам, например, в биткоин пришел, да, с кошелька, с биржи, с обменной площадки, откуда угодно, распечатки с обменными курсами на дату обмена криптовалюты, на фиатные. То есть, как бы самостоятельно такой расчет некий произвести и приложить любые подтверждающие документы. Потому что в любом случае помиралятся все декларации физических лиц и по ее результатам вам эти расходы либо примут, либо откажут в принятии этих расходов. И риск здесь какой? Риск здесь базовый такой, что полностью ваш доход будет умножен на ставку там 13 или 15 процентов в следующем году в зависимости от размера, да. 13 у нас до 5 миллионов, 15 свыше 5 миллионов рублей дохода. И, соответственно, расходы вы не сможете принять, и тогда придется, грубо говоря, переплачивать налог, вне зависимости от того, что вы раньше приобрели. Вот, поэтому если очень многие, да, я знаю, приобретали криптовалюты еще там давно, но на мой взгляд, желательно, если там все-таки существенные расходы были понесены, раздобыть информацию, которая подтвердит, что вы такой расход действительно понесли. В том числе это списание с карт, может быть, там расписки какие-то получения денежных средств, что угодно. Скажите, а можно получить информацию по суду из налоговой, которая поступила по автообмену? Интересный вопрос. У меня таких прецедентов не было, но на самом деле информация, полученная по автообмену, она по сути дублируется в том требовании, которое вы получаете из налоговой. То есть там просто счета странные в банке. Ну или там другие финансовые институты. Нужно ли считать доходом изменение цены криптовалюты, если она не обменивается на фиатную? Да, если да, то кто устанавливает курс? Вот здесь, к сожалению, у нас, что называется, непаханное поле, и налоговый кодекс не дает ответ на этот вопрос. Если читать буквально предыдущую позицию Минфина, то вроде как, если вы в фиат не вышли, то и декларируют не надо. Однако возвращаемся назад к тому же майнеру, который может получить эфир за свою деятельность, именно за майнинг и для того, чтобы фиксировать как-то курс, для того, чтобы какую-то стабильность иметь, он, может быть, обменивает на тезер на тот же в какой-то момент. И вот здесь вот вопрос, каким образом декларируют? Каждый случай индивидуальный, на наш взгляд нужно подходить очень внимательно, к декларированию и в том числе к вопросу того, нужно ли декларировать, если вы не вышли в фиат. На наш взгляд нужно, особенно если речь идет о больших суммах. Ну, потому что потому, потому что все-таки, если мы читаем кодекс буквально, то любой доход должен подлежать нового обложения. Нужно ли считать доходом обмен одной криптовалютой на другую? Если да, то устанавливает курс. Вот здесь то же самое, что называется, так же, как и предыдущий вопрос. Очень индивидуально нужно подходить. Думаем, что нужно в случае, особенно если эти доходы крупные и если эти средства еще вы собираетесь где-то использовать. Учитывая как раз то, что мир движется к глобальной мировой финансовой прозрачности, если вы намайнили миллион долларов и потом хотите открыть счет в Швейцарии, то вам нужно будет Швейцарскому банку рассказать, что вы действительно его намайнили, что у вас есть подтверждающие документы, есть справка или юридическое заключение от нашей компании, например, которая подтвердит, что да, действительно все так и было и таким образом был заработан этот миллион. И только после этого он откроет счет. А, и еще будет вопрос, заплатили ли вы с него налог. То есть нужно будет еще и декларацию представить. То есть вот в этих случаях как раз, ну, мир идет к тому, что незадекларированные, не очищенные от налога деньги, происхождение которых не подтверждено, они не могут быть использованы. По сути, не купить дом, не знаю, в Испании вы не сможете, не приобрести себе там, не открыть счет в банке Швейцарии или той же Италии. Что-то на слонах погасло. Надеюсь, нас видно. Так, скажите, а можно получить? Так, это было. Купленный старше трех лет ЦФА можно продать без налогового, как иное имущество. Прекрасный вопрос, мы до него дальше дойдем. Так, отдельные вопросы декларирования. Если операция СССР по году составит менее 600 тысяч рублей в конвертации по курсам ФНС России, нужно ли декларировать возникающие вопросы? Ну вот, те 600 тысяч рублей, как раз, о которых нужно заявлять согласно закону СССР. Законопроектный уплата налогов от операции не поставлен в зависимости от подачи каких-либо документов в налоговую инспекцию. Размер оборотов по ЦРВ не имеет значения для их декларирования. Нет такой взаимосвязи и на текущий момент нет ее. И согласно законопроекту, который, как я говорил, в Госдуме первое чтение прошел. Надо ли вообще декларировать доходы от криптовалюты до принятия и вступления в силу закона, указанного выше? Да, надо. Вот перечислены основания, по которым мы считаем, что действительно нужно декларировать. И нужно было всегда. То есть, на самом деле, налоговая ответственность у нас составляет три года, поэтому мы очень рекомендуем, что называется, посмотреть ретроспективно на три года назад и определить для себя те налоговые риски, в которых вы уже находитесь. Потому что три года – это вот тот срок налоговой ответственности, в течение которого налоговый орган, за которые, за эти периоды налоговый орган может привлечь вас, исходя из сроков давности. Отдельный вопрос декларирования. Можно ли учесть в целях расчета налогооблагаемой базы, сопутствующие майнингу расходы, например, затраты на закупку оборудования, электричества, аренду помещений? Именно в плане налога на прибыль и УСН 15% дохода минус расходы? Да, такой вариант потенциально возможен, так как при осуществлении предпринимательской деятельности такие затраты обычно относятся на расходы. Сложнее дело обстоит с НДФЛ, так как воспользоваться на основании 221-й статьи профессиональным вычисленным в праве только индивидуальным предпринимателям. Какие-либо официальные разъяснения о том, можно ли причислить к составу документально подтвержденных расходов на приобретение иного имущества отсутствуют. Ну, то есть, на самом деле, по НДФЛ мы бы, ну, что называется, попробовать можно, но большая доля вероятности, что в приобретении того же АСК или майнинговой фермы, в принятии этих расходов, если вы физическое лицо, вам это. При исчислении в отношении компании на ИП и ОСН такой вариант отсутствует в принципе. По вопросу 10 заявить ходатайство. Имеется в виду вопрос по получению информации в рамках... Скажите, а можно получить информацию по суду из налоговой? Ну, смотрите, в принципе, любая информация, которая есть в налоговой, составляет налоговую тайну, да, но при этом налоговый плательщик имеет право в рамках спора с налоговой, да, истребовать ту информацию, которая есть у налоговой инспекции. Если, опять же, есть предмет спора, да, то есть, грубо говоря, та информация, которая получена налоговым органом, не является тайной для самого налогового плательщика. Он может ее истребовать получить эту информацию. Более того, я могу сказать, что из нашей практики все, что они получают, они это все выкладывают в акт, то есть тот запрос, который они направляют. Они прям копируют. Это первое. С другой стороны есть другой законодательство Европейского союза и Швейцарии о том, что та информация, которую должен предоставить банк в рамках автообмена именно банк обязан раскрыть своему клиенту. То есть, грубо говоря, любой человек, у которого еще за иностранным банком, он имеет право у своего банка запросить, а что по мне или по моей компании будет передано в автообмена. Поэтому есть им механизм получить эту информацию от финансового института, а не от налогового органа. Да, и вот сейчас как раз мы дошли до вопроса. Возможно ли применение имущественного вычисла в отношении нового имущества в размере до 250 всем известного ежегодно согласно 220 статье в отношении дохода от операции СЦВ? Возможно ли применение и освобождение от налогообложения НДФЛ в случае владения криптовалютой в течение срока три года и более на основании как раз 217 статьи? Это тот самый вопрос, который у нас был выше. Согласно официальной позиции Минфина, опять же, она была из письма. И, кстати, это письмо, оно обязательно для учета в работе налоговыми органами в соответствии с абзацом 3 пункта 17.1 статьи 217 доходы, получаемые физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, от продажи нового имущества, находившегося в собственности налогоплательщика три года и более, освобождаются от налогообложения. Однако, в связи с отсутствием правового статуса криптовалюта, как указано в письме, как особого вида имущества в действующем законодательстве для операции с криптовалютами оснований для применения льготного порядка налогообложения не имеется. О чем это говорит? Что пока тот самый законопроект, который вносит изменения в налоговый кодекс, где криптовалюта будет признаваться имуществом для цели налогообложения, до момента, как этот законопроект внесет изменения в налоговый кодекс, мы применять эту норму не можем. То есть на текущий момент не можем. Но если он пройдет дальше и там будет в неизменном виде, что называется, тогда вполне. Так, какие еще вносятся изменения тем самым законопроектом? Первый из них. В целях НКРФ валюты признаются имуществом. Об этом мы сказали. Введение обязанностей налоговых резидентов в срок не позднее 30 апреля года следующего за отчетным сообщать о получении права распоряжаться, в том числе через третьих лиц со правовыми валютами и представлять налоговые органы отчеты об операции. Если за год сумма поступлений или списания криптовалют превышает сумму, при этом документы, о которых идет в пункте 2 речи, они направляются только в электронный форум, через личный кабинет налогоплательщика или по телекоммуникационным каналам связь. В чем суть? То есть, если там декларации, уведомления об открытии счета и прочее можно было бы направить на бумаге, то здесь есть ограничения. То есть придет заводить реально госуслуги, там, личный кабинет налогоплательщика и отчитываться уже по этой форме. Ну, наверное, идет упор на то, что если уж человек разобрался с криптовалютами, то и с личным кабинетом налогоплательщика тоже разберется. Вопрос. Можно же уплачивать налоги по майнингу? Появился второй вопрос. Можно же уплачивать налоги по майнингу из лица как самозанятому? Не так ли? Нет, не так. Об этом я выше говорил. Может быть, пропустили. Режим самозанятого применить нельзя к такой деятельности. Об этом есть прямая норма или там позиция Минфина. Но она есть. В общем, самозанятым нельзя. Ну и плюс по самозанятому, просто чтобы было тоже понятно, да, у нас ограничение дохода, то есть не только 2 миллиона 400 тысяч в год. Поэтому больше. Если майнинг серьезный, да, то, грубо говоря, режим самозанятого точно не будет использоваться. У нас все волнует вопрос, можно ли получить информацию из автообмена для целых дней по субсидиарной ответственности. Мы подаем податайство, выстребывая не подать информацию по иностранным счетам контролирующего должника лица. Ну, смотрите, опять же повторяю, но есть налоговая тайна. Есть законодательство, налоговый вводит, у нас устанавливает четкую информацию, что эту информацию налоговый орган не может передать никому иному, кроме саму налогоплательщику или использовать в своей работе. Поэтому автообмен для целей налоговой информации, он работает только для целей именно взыскания налогов с конкретного листа. Используя эту информацию в рамках субсидиарки, я и думаю, что нереально. Итак, когда нужно будет впервые отчитаться? Впервые первый отчет у нас подается 30 апреля 2022 года, то есть первым отчетным годом именно по тем положениям, что нужно уведомлять, в том числе о его наличии, об операциях больше 600 тысяч, первый такой, отчетный год 2021. И то, это законопроект, который вопрос будет ли принят. Наше с точки зрения будет, поэтому мы и рассказываем про эти изменения. К перечне операций необлагаемых НДС добавится осуществление операций, связанных с обращением цифровой валюты. Это прямая норма, вводится в налоговый кодекс, это, ну, так называем, ну, скажем так, еще одно облегчение для майнеров, которые ведут свою деятельность на уровне предпринимательства. Будет установлено, что цифровые валюты не будут являться амортизируемым имуществом в целях налога на прибыль. Ну, это тоже для бизнеса. Что касается ответственности за те положения, которые, ну, это та же самая ответственность, она предусмотрена тем же самым законопроектом. Налоговый орган получает полномочия запрашивать выписки по операциям на счетах физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями в банке и справки о переводах электронных денежных средств при установлении признаков, указывающих на возможное нарушение законодательства и наличие согласия руководителя, заместителя руководителя вышестоящего налогового органа или руководителя, заместителя руководителя ФНС России. В случаях, если операция на счетах банки связана с операциями по переводу цифровой валюты, а вот это прецедент. То есть, по сути говоря, здесь, ну вот, та самая банковская тайна, да, вот сейчас Александр рассказывал про налоговую тайну, но есть еще и банковская тайна. И вот здесь она немножечко, ее, так сказать, попрали именно в части оборота цифровой валюты. То есть, признаки есть, что вы продали или купили криптовалюту, да, с использованием ваших личных счетов в банке, то налоговая может запросить без вашего ведома такую информацию напрямую в банке. Вводится ответственность за непредставление отчета об операциях сделках и об остатках в отношении цифровых валют штраф в размере 10% от наибольшей из двух сумм. Суммы поступлений или списания валюты за отчетный период, информация о которых не была предоставлена. Как они будут ловить, да, сколько списалось или поступило, большой вопрос. Ну, здесь мы, я уверен, будем наблюдать большое количество споров, потому что налоговый орган наверняка будет презюмировать там какие-то суммы, которые, возможно, даже глаза, платежка не видим. Появляется ответственность за непредставление в срок сообщения о получении права распоряжаться цифровыми валютами штраф в размере 50 тысяч рублей. Вводится ответственность за неуплату и неполную уплату суммы налогов по операциям расчета, по которым осуществляясь с использованием крипты. Штраф составит 40% от суммы неуплаченного налога в части таких операций. Вот эти 40% на самом деле есть уже штраф от 20 до 40%, просто это верхняя его планка, она будет использоваться именно для криптовалют. Но закон о праве пока не понятен, да, то есть он пока еще не принятый, не рассматривается, даже, да, то есть, но это все, в принципе, планы налогов, ну, как бы, законодателя, да, и правительство о том, чтобы все это регулировать и обращать в искание на именно криптовалюту. Да, то есть правительство понимает, что это такой большой кусок налогов, скажем так, поэтому, естественно, к нему особое внимание. У нас вопрос очередной, внутренняя цифровая валюта компании также подпадает под все эти правила. да, также подпадает под все эти правила, на наш взгляд. Как я и говорил, что даже в том числе так называемые игровые валюты под, а, под правила вы имеете в виду налогообложение, наверное? Ну, грубо говоря, под то, что мы сегодня рассказывали, да. Под правила налогообложения внутренняя валюта компании. Да, на мой взгляд, попадает, и объясню, к чему, потому что вот как раз на мой взгляд определение той же самой цифровой валюты было дано с учетом планов, в том числе Сбербанка по выпуску там собственного Сберкоина. И достаточно размытое оно такое именно Ну, тут еще, знаете, вопрос внутренняя цифровая. А как она будет использоваться? Зарплату будет ей компания выдавать или там премировать сотрудник? Будет ли она в гражданском обороте? Тут, наверное, стоит ставить именно в зависимости от того, где, как и кем она будет использоваться. Будет ли извлекаться доход с помощью этой криптовалюты? Если на все эти вопросы да, если там она в гражданском обиходе будет использоваться и за пределами, в том числе, может быть, то же самое компания, или каким-то образом доход будет получать, у нас доходом, даже налогом на доход облагаются подарки на Новый год, которые раздают там родителям детей. Они, по сути, тоже подлежат налоговое обложение по большому счету. Поэтому, если это какая-то мотивация, так скажем, валюта для мотивации, в том числе, которую можно использовать потом для приобретения чего-то, то да, все эти ограничения на нее накладываются и требования. Перевод криптовалюты. Валютная ли это операция? Вот мы подошли к другому большому блоку. Первый большой блок это налоги, второй это, так скажем, валютные резиденции, то есть резидент Российской Федерации, на него накладываются ограничения в отношении налогового резиденства и валютного резидентства. Что касается валютного вообще регулирования, об этом у нас утвержден данный закон 173 ФЗ, который вводит соответствующие ограничения. И тут вопрос, в совершении платежа с использованием криптовалюты является ли валютной операцией по смыслу 173 ФЗ? На наш взгляд, нет, не является, поскольку в законе дано определение валютным операциям и криптовалюты туда не подходят. Но это не означает, что у криптотрейдеров и майнеров не возникнет проблем именно с валютным контролем, потому что когда-то в любом случае криптовалюта выходит в фиат. И вот в этот момент как раз накладываются все те самые ограничения, которые есть в 173 ФЗ. Как то иные организации финансового рынка. Если мы говорим там про пятилетнюю давность, то под валютный контроль попадали в большей части в основном именно иностранные банковские счета. Сейчас же контролю подлежат и иные счета, открытые в организациях финансового рынка. Куда как раз и попали брокерские, инвестиционные счета, страховые компании и прочее. И вот криптобиржи и ваши счета, открытые на криптобиржах, по сути, они также туда попадают. То есть вы должны о них уведомлять, отчитываться по движению по таким счетам. Ну и это именно с точки зрения валютного регулирования. Уведомлять об открытии, закрытии, подавать отчеты о движении. Ну и с точки зрения налогов естественно декларировать и уплачивать налог. Выход фиат. Какие есть варианты для того, чтобы соответственно продать свою криптовалюту? Ну базовые варианты, четыре штуки мы перечислили, это P2P обменники, всякие телеграм-каналы, социальные ресурсы через централизованные биржи по типу Coinbase, через децентрализованные криптобиржи по типу Binance и обмен криптовалюты на деньги частным образом. Ну грубо говоря, там Александр продал криптовалюту мне, а я передал ему деньги. И вот в случае перечисления денежных средств в рублях или валюте вопросы, связанные с валютным законодательством, возникают в зависимости от того, на какие именно счета осуществляются перечисления денежных средств. Принадлежат ли они резидентам или нерезидентам, в какой валюте осуществляются транзакции. То есть здесь нужно именно понимать, каким образом денежные средства, которые вы отправляете или получаете, откуда они приходят или куда они уходят. То есть именно в этот момент у вас могут появиться обязанности как валютного резидента. Вводится также дополнительный контроль. Здесь вскользь о нем скажу, что Странный банк Российской Федерации планирует контролировать зачисление денег за средства по транзакции с криптовалютой с 1 октября 2021 года такие указания банка вступят в силу. То есть это некий дополнительный контроль, который как раз и в рамках 115 ФЗ и о котором я говорил выше. То есть если грубо говоря если потроющий орган Странный банк будет понимать, что данная операция связана именно с оборотом криптовалют, то она будет подлежать контролю, при этом физическое лицо не будет даже знать. То есть если мы сейчас говорим контролю подлежат все операции, которые превышают сумму 600 тысяч рублей. И вот здесь появляется еще одна галочка, если операция связана с криптой, то добро пожаловать в контроль. Что касается электронных кошельков, точно так же 499 ФЗ вводит обязанность резидентов отчитываться налогового органа о валютных операциях с использованием этих кошельков. Что это за кошельки? Это кошельки Яндекс.Деньги, Киеви кошельки, Ветмани, PayPal и другие сервисы, которые пользуются физические лица, не банковские счета как таковы. И для того, чтобы законодатель понимает, что оборот криптовалют идет в том числе с использованием этих сервисов и соответственно их тоже нужно взять под контроль. Этот контроль также вводится с 1 октября 2021 года. То есть появится обязанность отчитываться по обороту с использованием этих сервисов также. Что мы предлагаем? Наконец-то мы дошли до финала, немножко не вложились в тайминг. Чем мы можем помочь? Наша компания занимается как раз у нас есть клиенты криптоинвесторы, криптотрейдеры, майнеры, валидаторы. Мы успешно проводим кейсы по истории происхождения капитала, мы даем юридическое заключение, юридическую оценку тому, как они заработали свой капитал, для того, чтобы они могли... Более того, мы делаем аудитерское заключение, если это требуется для зарубежного банка или российского банка о происхождении денег и о сумме капитала в криптоактивах и в наличных деньгах и в средствах на банковском счете. Это требуется в подтверждение source of wealth текущего и объем богатства клиента. Да. Ну, также декларируем, соответственно, такие доходы, если они подлежат декларированию, то есть даем этому факту свою юридическую оценку мнения, описываем риски, рассказываем, как можно, может быть, как-то избежать излишней уплаты. Ну, и связанный с этим пункт открытия, сопровождения счетов в иностранных банках, это как раз если нужно разместить средства, которые были заработаны с использованием криптоактивов. Также предлагаем смену физического и налогового резидентства, то есть есть страны, в которых до сих пор криптоактивы не подлежат налогообложению в случае, если вы физическое лицо, например, Португалия, и проще может быть, чем выходить в ФИАТ на территорию Российской Федерации, приобрести себе, грубо говоря, гражданство другой страны и уже там совершить этот выход с минимальными потерями, что называется. Да, у нас есть, например, такие проекты, клиенты сейчас копят себе криптовалюту, получают в державе Португалии с нашей помощью, планируют туда переезд и зафиксируют себе финансовые результаты, когда переедут с налоговыми резидентами Португалии. Ну, есть различные карибские программы, афландические, тихоокеанские, которых мы помогаем тоже, да, то есть чем, что мы в свою очередь здесь предлагаем, да, что программы, о которых мы говорим, они в том числе помогают, сменить резидентство и получить статус гражданства или видожительства юрисдикции без необходимости нормального происхождения денег, да, то есть эти страны, с которыми мы работаем, им достаточно происхождения в виде крипты, то есть им не требуется происхождение нормального, то есть, грубо говоря, там, односрочное, но если есть у вас потребность сильно в смене юрисдикции на какую-то уважаемую инвестиционную программу, как на Мальте, например, да, мы также работаем с агентами на Мальте, да, и получаем паспорта, там мы делаем полноценный комплайенс и происхождение денег. Вот мы прям получили вопрос в онлайне, сколько длится смена юрисдикции стоимость, все зависит очень индивидуально, паспорт в инуату мы можем сделать за 4 в течение трех лет, да, но это паспорт гражданства Европейского Союза. Достаточно ли будет получения ВНЖ, для целей налогового резиденции ВНЖ достаточно, надо будет просто переехать в эту юрисдикцию, да, то есть в той же Португалии есть программа золотая виза, приобретается недвижимость и можно получить, ну ладно, нужно происхождение денег показывать адекватно. То есть разные программы содержат разные требования. Совершенно разные программы, разные требования, но цель у клиентов, наших криптомайнеров, у криптотрейдеров, да, у них одна, это минимализировать свои налоговые обязательства и убрать риски, связанные с незащитой активов Российской Федерации. Совершенно верно. Что касается блокчейна в целом, то мы также занимаемся регистрацией криптокомпаний, осуществляем их текущее администрирование, там, включаем лицензии, включаем различные требования лицензирования финансовых инструментов, делаем аудит и отчетность, лицензирование бизнеса. Ну и классические книги по регистрации отшоров и отшорных компаний, значит, если мы можем лицензировать, получить компанию в иностранном юридике, открыть банковский счет, провести аудит, отчетность сделать, обслуживать директорами и полностью закрывать эти вопросы. Вот, мы получили еще один вопрос, по золотой визе, поясните, пожалуйста, да, то есть, по золотой визе в Португалии можно проживать на территории Португалии, есть режим недомиссилированного резидента, который не платит налоги в отношении доходов западения в Португалии, более того, в Португалии существует законательство, которое говорит о том, что налогообложение от криптовалют не осуществляется. Ну, то есть, грубо говоря, при этом золотая виза, в чем ее минус, что, как и любой агент недвижимости, в Португалии нужно объяснить происхождение денег, связанных с приобретением недвижимости. В свою очередь есть программа, которую мы сопровождаем, для такого происхождения денег не требуется, то есть, необходимо просто проплатить комиссии и расходы на приобретение паспорта или ВНЖ, но при этом нет необходимости нормально объяснять, как были заработаны деньги, связанные с активами, то есть, требуется просто сделать платеж. Кажется, все. Если вопросов у вас больше нет, то всем спасибо за внимание. Да, может быть, есть какие-то к нам пожелания, любой момент есть наши контакты в этой презентации, все, кто сегодня заинвестировал. Презентация доступна, мы готовы с вами встречаться, общаться в любой форме, в любом мессенджере, в любом виде спообщения и с удовольствием будем рады вашим вопросам. Александр, Эдуард, спасибо большое. На самом деле появилось больше понимания, конечно, как регулируются эти взаимоотношения с этими инструментами. Но вопросов все еще немало. Да, да, да. И тем более, я думаю, что по мере развития практики подобных вопросов будет появляться еще больше. Друзья, но вы теперь знаете, кому обращаться за их разрешением, кто вам поможет по всем вопросам, которые возникают в рамках операции с криптовалютой. И видела уже вопросы по поводу презентации, видеозаписи, все обязательно будет. Сегодня же уже во второй половине дня мы опубликуем это в наших соцсетях, а завтра пойдет большая рассылка, поэтому следите, пожалуйста, за нашими анонсами и обращайтесь напрямую к нашим спикерам. Уверена, что они будут рады вам помочь. И на сегодня я тогда прощаюсь с вами. Спасибо большое за вашу активную часть и нашим спикерам за столь насыщенный вебинар. Вам спасибо за организацию. Спасибо большое. И до новых встреч. До свидания. Продолжение следует...